Знаменосцу Будь внимателен! Вот он засекает! Если что, все вопросы к нему! Так, зрители, вы готовы? Скажите, скажи, ну давай, начинай! Сколько можно? Так, бойны готовы? Бойцы? Так, ну не все. Давай еще раз, бойцы готовы? Три, два, один, начали! Кто-то из команд четко рванулся вперед на точку, заняв круговую оборону, никого не пропуская. Главное, чтобы наш человек, который считает время, считал его правильным. Около центра ресталища у нас прям куча мала. Тяжело, конечно, в этой куче разобрать, кто прав, кто свой, кто виноват. Но бойцам помогает свой боевой клич. Они всегда знают, кто рядом враг или друг. Друг или враг. Все те, кто был сражен в бою, лежит на земле. Музыка Музыка Ну что, как отдыхается? Отлично отдыхается, хотелось бы поменьше. Хотелось бы поменьше отдыхать? Хотелось бы поменьше отдыхать, больше воевать. Ну, сейчас начнем еще раз. Дождемся полторы минуты и все. Мы видим, что на поле произошло объединение. Объединение нескольких дружин. И они все никак не могут решить, чье знамя должно стоять. Но друг друга они не трогают. Я напоминаю, знамя не стоит, время не идет. Музыка Один из бойцов, пользуясь неразберихой, схватил чье-то знамя, даже не свое. Пытался поставить его на точку для того, чтобы время пошло свое. Подсказывает, как раз таки свое схватил. Но! Его хитрый план был раскушен. Его перехватили четким ударом копья в подреберье. Теперь он лежит среди многих бойцов практически в центре. Ну что? Один начали! Я напоминаю, что точка находится в середине. Но основное сражение у нас почему-то началось с краю ресталища. Музыка 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 Пока ребята решали какие-то задачи по объединению, дипломатические вопросы, другая сборная, если не ошибаюсь, Водского Сокола уже давно стоит на точке, и время идет, время считается, а я напомню, что всего лишь полторы минуты надо продержаться, чтобы взять заветное очко в общий зачет. Здесь все, вон они спалки, они, вон тот стоит, вон те, кто убиты, кто воюет еще, они убиты. Стоп, время, стоп, бой! Мы видим, что продержался один из Волжских Соколов. Бойцы, расходимся по местам, занимаем начальные позиции и готовимся к следующему сражению. Бойцы, один, бой! Третий поединок по тем же знаме, по тем же правилам. Задача захватить точку просто это полторы минуты. И тут пригождаются те навыки в маневрах, которые мы вам демонстрировали в начале показательного выступления. Это умение встать в круг, в кольцо и защитить самое ценное, а именно ту цель, ради которой они здесь сейчас сражаются. Захватить точку и удержаться на ней, чтобы знамя было там минимум полторы минуты. Все те, кто погиб смертью храбрых, лежат на земле. Не надо сидеть. Умение быстро бегать не помогло великому Марику, человеку из Шукинского района города Москвы. Они опять решили вопросы дипломатии. Они смогли убить всех, тех, кто был против, и оставили лишь одно знамя на месте, на том месте, где оно должно простоять всего лишь полторы минуты. Пять, четыре, три, два, один, стоп! И чье же знамя, чье же знамя осталось стоять? Итак, Эрмитаж снова победил музей! КОНЕЦ КОНЕЦ